Друзья, приветствую вас, эфирного БОС-ТВ продолжается. Бачите, я долучился, не мог не долучиться до такой разговоры. Расчировочка у нас. З вашей лаской переходу на российскую мову и говорю тому далее. Гарри, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. По поводу Джавелина, мы, скажем так, не закончили тему, говорят, что Джавелин не самое эффективное и, соответственно, не самое мощное оружие вообще в боевых действиях. Так ли это? Их смысл тогда передавать Джавелине вот сейчас? В условиях современной войны в Донбассе. Ну, смотрите, это все смотря с чем вы его сравниваете. Что такое самое эффективное или самое мощное оружие? Это, наверное, ядерное оружие. Самое эффективное и самое мощное. Джавелины, это, наверное, вы хотите иметь в виду не самое современное, которое находится в Америке. Америка никогда самое современное и самое последнее оружие, которое у нее имеется, она никому не дает. Логично. Это логично, да. Но Джавелины делают свою работу. Это очень эффективное противотанковое оружие. Российские танки, они не самые современные, они уже тоже довольно-таки устарелые. Так что, если будет танк, вот этот советский, то Джувелин его уничтожит без промаха, 100%. Один удар, один танк. Но дело, я думаю, тут не в самих Джувелинах. Тут, конечно, больше политическая играет роль. Это Америка показывает, что мы на стороне Украины, мы с военной точки зрения на стороне Украины и против России, и то, что мы насмерть, мы готовы принести смерть в эти отношения. То бишь, дать смертельное оружие. И тем более, что если мы судим с позиции Минска, то вообще военные действия должны прекратиться. Поэтому, Джувелина, это просто сигнал, что действительно Америка с нами. Но далее военных действий, по идее, быть не должно. Ну, если вот, по идее. Это не то, что военные действия должны прекратиться. Она показывает, что Америка не верит в то, что эта Украина ведет какие-то боевые действия против каких-то там повстанцев, шахтеров местных. Это показывает, что мы прекрасно понимаем, что она ведет войну против регулярной армии другой страны. Но дальше, как вы думаете, оружие далее будет поставляться? Я думаю, что да. Я думаю, что это будет... Какое? Более сильное? Я думаю, что да. Я думаю, что это может даже пойти по схеме Польши, когда в конце концов будут переданы некоторые корабли и самолеты, и будут перевооружать Украину на натовский манер. Это уже сейчас происходит. Уже сейчас происходит. У вас уже фабрики, ваши заводы уже начинают производить многое. Такие, скажем, умовы, как говорится, условия, потому что без них никуда. Есть еще новость. При службе Пентагона сообщили, что глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис и министр обороны Украины Степан Полторак провели переговоры. Как вы думаете, что не хватает у ВСУ? Чем американская страна может поделиться, имеется в виду опыт? Что тут можно говорить? Я думаю, что они о многом могут. Имеется в виду, что может передать американская сторона Украине, кроме опыта такого ведения войны? Я думаю, что они обговаривают. Я думаю, так я предполагаю, что они обговаривают военные вещи, а не политические. Это политики уже решили, они сейчас просто детали обсуждают. Я думаю, это учения совместные. Это не только теперь будет Сибрис, который проходит в Вадесе, а еще какие-то учения будут совместные. Они обсуждали военные какие-то вещи, а не политические. Есть еще одна новина. Стосовно ядерной доктрины США. 2 лютого США опубликовали ядерную доктрину. Как идет в документе, Россия загрожает завдать первый обмеженный ядерный удар. Американцы обещают тоже использовать ядерную оружие. По поводу ядерной доктрины США, Россию обозначили главным врагом. И тут идет в основном, мы так понимаем, что все-таки в сторону России. Но если с вашей точки зрения стратега представить, кто первый может использовать ядерное оружие, Россия или США? Я думаю, ни тот, ни другой не сможет. Там это так завязано, что это ни одного человека решение. Даже я знаю, что в России думают, что Путин может пойти и нажать кнопку. Нет, я не думаю, что он не сможет. Я думаю, что это будет Армагеттем. Я не знаю, кто это сказал, то, что вы сейчас сказали. Но это явно не люди, которые в теме. Потому что если будет ядерная война, то все погибнут. У нас уже ядерной войны не будет. У нас, если что-то такое фантастическое случится, то будет термоядерная война. Потому что это термоядерное оружие у нас. Это уже не бомбы Второй мировой войны, которую мы сбросили на Хирошиму и Нигасаки. Это термоядерные, они собьют землю с оси. Поэтому это специалисты, они понимают. Вы же сами говорите, что Путина нельзя предугадать. Там такая схема, что Путин сам тоже не сможет это нажать кнопку. Это там целая цепь происходит реакций. И ему начать ядерную войну, я думаю, что это можно будет предсказать. То есть он сам не способен нажать ядерную кнопку. Хорошо. Неожиданностью вот эта ядерная доктрина была особенно для Китая похожа на то. Потому что они совсем отреагировали, как мы, почему мы. Мы вообще мирные люди. Честно вам сказать, я тоже так подумал. Я думаю, что... Я не знаю, почему туда Китай. Китай очень прагматичный. И если Китай избавится от Соединенных Штатов, у Китая просто окажется огромная-огромная гора зеленой бумаги. Которую они ничего не смогут сделать. Китай так завязан на американской экономике, что... И вот кому-кому не выгодно что-то делать плохое для Америки, так это Китай. Друзья, не промыкайте. Мы далее продолжим нашу розмову, пока почитаете сайт обозревателя. Субтитры создавал DimaTorzok